Это была невероятно трудная задача. Мы испытывали огромное давление с разных сторон. Это давление для меня дня также представляло большую трудность. Всё началось в июле 2001 года. Пекин вышел в финал состязания за право было быть хозяином следующих Олимпийских игр. Право проведения Игр 29 Олимпиад в 2008 году присуждается городу Пекин. Это было бы честью для любой страны. Это имело ещё большее значение для державы, выходящей на одну из лидирующих позиций в современном мире. Самое важное, мы узнали, что мир нас принял. Но в то время, как жители Пекина ликовали, архитекторами города начала овладевать тревога. Мест, подходящих для столь престижного спортивного мероприятия, немного. В Китае нужно спроектировать и построить новые спортивные арены и сделать это быстро. Чтобы освободить пространство, необходимо снести район старинных улочек, Хутони. Это кусочек истории, и он потерян навсегда. Некоторые полагают, что строительный бум пойдёт на пользу городу. Однако это мнение оспаривается. Они улучшили очень многое в инфраструктуре. Можно сказать, что Олимпиада служит катализатором обновления Пекина. В течение семи лет необходимо построить 12 олимпийских площадок, а вместе с ними высотные здания, дороги, линии общественного транспорта и даже новый терминал аэропорта, способный принять тысячи гостей Олимпиады. Эти проекты коренным образом изменят облик Пекина. От главного стадиона Олимпиады город требует эффектного дизайна, который отвечал бы статусу события. В 2002 году был объявлен всемирный конкурс. Среди десятков его участников – швейцарские архитекторы Жак Эрцог и Пьер де Мерон. Им выпало это испытание – работодать в Пекине. Для нас это была возможность построить крупный объект в Пекине, который был бы действительно на виду, действительно чем-то новым. Китай возвращается на ту высоту, которую он когда-то занимал, становясь наиболее влиятельной культурой мира. Стать частью этой силы было для нас еще одним поразительным моментом нашей жизни. Самым известным проектом этих архитекторов, лауреатов Притцеровской премии, является реконструкция галереи современного искусства Тейт в Лондоне. Они проектировали также крупные спортивные комплексы, такие как знаменитая Альянс-Арена в Мюнхене. Однако пекинский заказ для них в числе самых трудных. Они не знают, какой реакции ожидать от китайцев. Их образ мышления отличается от нашего западного. Постигать его шаг за шагом – захватывающий личный опыт. Он дает понимание китайского образа действия. Они обращаются к одному из ведущих китайских художников, Айо Вэйвэю, который и приводит их к мысли раздвинуть рамки возможного. Они совсем не похожи на тех архитекторов, что я встречал прежде. Они хотели начать с нуля, не имея никакого предварительного решения. Он все время поощрял нас в желании выйти за те или иные рамки. Воспринять это как шанс сделать что-то такое, чего больше нигде сделать невозможно. Они приходят к идее, основанной на канонах древнекитайского искусства – сосуд круглой формы, окруженный сглаженными линиями. Субтитры создавал DimaTorzok